Как относитесь к созданию ОСНД? Отрицательно. Вот почему? Можете рассказать. Знаете, на наши плечи уже очень много переложили. Я думаю, мы это не потягиваем. Но я думаю, что очень трудно даже на небольшом доме всех вместе собрать, и чтобы все были согласны. Мы все равно не успеем это сделать. Нужно начать такие слухи. Сначала же нужно его привести в порядок, а потом уже передавать на наши плечи. Согласитесь, это в законодательстве было зависит. Но это же не делается. Поэтому люди боятся. В нашем доме очень плохо, поскольку КПО основание ничего не делает, только приходит и обещает. А, скажем так, очень много пенсионеров, которые вообще очень боятся всего. И это вот и мы. Конечно, самим нужно руководить. Самим своим домом. А то еще. Даже кинодицы. Никак не отношусь. Обман публики полнейший. Не поддерживайте. Ни в коем случае. И вам не советую. Вот как относитесь к созданию СНД? Объединение совладительных многоквартирных домов? Очень плохо. Потому что, ну, когда новый дом, это я понимаю. Это сдают, все проверяют. А когда старый дом, и стояки похудели, и вокруг дома похудело, и сам дом похудел, это надо же брать на... жильцам оплачивать, потом его приводить в порядок. Я читала, что закон такой передавать. ЖЭК должен все эти общие дела сделать, а нам передать. Ну, это, вряд ли, мы добруемся. Потом надо найти в доме хозяина хорошего, который бы добровольно взялся за это дело, да? И... А так, насильно кого-то заставить, это не работник. Ну, это очень серьезно. Нужны люди, которые должны быть рассказывать, о чем... С чего это все начиналось? Вообще-то неплохо. То есть положительно? Да, положительно. Ну, еще тот, мы долго не знаем, но вроде положительно. Это положительно. Единственное, что смущает, что дома в таком состоянии, что, мне кажется, просто власть хочет спихнуть их на руки людям, чтобы они ремонтировали сами. Если бы это был новый дом, без вопросов. А поскольку у нас 70% площадки, в площади, в жилой городе, аварийной или близко к аварийному, не знаю, по-моему, это авантюра.